приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня мы занялись приготовлением мяса и хотим познакомить вас с очень замечательным рецептом мы взяли свиной ошейк вот такой вот отличный кусок и будем его готовить варенок копченый почему не просто горячего копчения ну во первых горячего копчения зимой делать достаточно проблематично потому что большой расход электроэнергии долго греть коптильню но самое главное когда мы делаем мясо варенок копченое оно получается значительно более сочное и значительно более нежное в этот рецепт мы уже пробовали мясо получается невероятно вкусное поэтому как бы рекомендуем также и хотим познакомить вас дорогие друзья и уважаемые подписчики с этим рецептом в первую очередь нам мяско надо засолить солить мы его будем мокрым методом то есть не сухой посол а мокрый посол и для этого нам понадобится приготовить рассол для рассола мы взяли 3 листика лаврового листа 50 грамм поваренной соли 50 грамм нитритной соли 30 грамм сахара и столовую сколько 10 10 грамм сахара и 100 чайную ложку черного перца горошка также для копчения нам понадобится вот такая вот сетка она используется как для копченых изделий так и для сыровяленых и изделий продается в магазине ем колбаски очень классный магазин очень рекомендую доступен и украине и в российской федерации поэтому вот это вот сетка вообще такой замечательный продукт мы потом покажем как это мясо видите сеточка такая она очень жесткая она очень хорошо стягивает мясо делает его однородным и что копченая что вяленая в этой сетке получается замечательно причем она его усаживает то есть само по себе конечно мясо можно обвязать перед копчением но как бы само мясо начнет усаживаться и получится внутри ну как бы не плотная с пустотами эта сетка она будет постоянно его сжимать и когда мясо будет усаживаться она его будет все равно сжимать и мы получим совершенно однородный причем а шерек у нас получится кругленький увидите очень интересный эффект очень очень мне нравится нас этой вот сетка иметь дело вообще что штука замечательная ну прорекламировал сетку конечно вернемся вернемся к рассолу друзья сейчас мы покажем как приготовить рассол берем литр воды ставим на нагрев и кипятим его закипятили мы литр водички добавляем сюда соль соль поваренную соль нитритную сахар лавровый листик ой перчик смысле и лавровый листик все это друзья хорошенько перемешиваем и остужаем так как сейчас холодно я стужу на улице до комнатной температуры там до 12 до 15 градусов ниже даже комнатной так чтобы она прохладная нам же надо чтоб наш продукт здесь не сварился хорошенько все перемешали растворили и ждем пока рассольщик остынет будем мариновать наше мяско друзья рассольщик охладился он готов и я помещаю наш прекрасный ошейщик на засолку я уже представляю какая вкуснота у нас получится заливаю его рассольчиком как чтобы рассол чуть-чуть покрывал то есть не надо очень много чтобы он чуть-чуть как покрывал нашу грудиночку как достаточно будет наверно и друзья отправляем ее на 5 дней в холодильник на засолку каждый день накрываем крышкой естественно каждый день мы нашу грудинку переворачиваем и немножко обминаем чтобы она равномерно просаливалась а через пять дней приступим к копчению я расскажу как подготовить коптильню какие температурные режимы нужны для вареного ну естественно вначале кварки а потом копчению так как у нас варено копченый ошейк вот каких температурных режимах все это делать как правильно сварить как правильно закоптить и конечно после этого продегустируем готовый результат увидимся через конец наша шея будущее варено копченая шея пролежала в рассоле пять дней чуть не сказал пять лет как замечательно она пахнет и теперь нам надо произвести с ней следующее действие в первую очередь ее надо обмыть от рассола ну потому что нам же не надо чтобы снаружи она была сильно соленая то есть она просолилась полностью какая красота друзья попросим ларису лариса мой пожалуйста от рассола время я приготовлю усадочную сетку сколько взять это вот так и для того чтобы поместить ошейк в усадочную сетку я использую такое приспособление это кусочек трубы сантехнической диаметром 115 миллиметров я просто нашел в эпицентре у них там была она бракованная по распродаже кипил задешево и теперь использую его как вот такой вот экстрактор надеваем ну потому что по-другому я честно говоря не знаю как можно поместить мясо в эту усадочную сетку на деле мяско пока лариса нам обмыло надо его обсушить хорошенько возьмем салфетки и обсушим мясо вот таким вот образом просто чтобы с него вода не текла теперь берем наш экстрактор так вот сворачиваем шейку и сюда и и чик просто какая красота как я люблю эту сетку она мне так нравится завяжем сетку с двух сторон главное в нашем мяске теперь при варенье лариса не могла бы придержать мне пожалуйста потому что я сам не справлюсь да она вот так вот может и даже возьми за две штуки вот сделай такое движение как я делал вот и завяжем лучше оказывается делать вдвоем видите такая процедура один хвостик у нас будет для подвешивания а второй просто завязка вот отлично и теперь друзья нам надо дать нашей шеи обветрится и полностью обсохнуть для этого подвешиваем ее вот таком вот состоянии при комнатной температуре при температуре где-то 20 градусов на сутки она висит обветривается отдыхает себе а после этого приступим уже к варенокопчение у нас же шея варенокопченая мы будем вначале варить потом коптить но обо всем по порядку друзья а пока вот таким вот образом подвешиваем ее чтобы хочу разровнять батончик чтобы он был такой равномерный сетка очень сильно стягивает вот подвешиваем чтобы она полностью обсохла друзья итак увидимся завтра итак друзья наша шейка отдохнула и можно приступать к первому этапу к этапу варки вот она обветрилась полностью для того чтобы ну из нее не поваривался бульон в процессе варки не вываривали все вкусовые вкусовые качества завернем ее стрейч пленку можно также использовать вакуумный упаковщик наверное даже лучше если есть использовать вакуумный упаковщик мне если честно жалко вакуумных пакетов поэтому попробую завернуть стрейч я думаю что все получится хорошо иначе если мы этого не сделаем то мы получим просто отличный бульон и собственно говоря сама шея у нас потеряет часть вкусовых качеств чего нам совершенно не надо поэтому хорошенько заворачиваем ее встреч нагреем воду до 80 градусов кастрюли в которой будем варить и на дно кастрюли положим тарелку донышком вверх для того чтобы наша шейка не соприкасалась с дном кастрюли так как температура воды в кастрюле может быть 80 градусов а температура дна может быть и 200 и 300 градусов а это нам совершенно не надо но у нас же кастрюля стоит на огне соответственно нагревается от комфорки буду использовать два термометра один термометр вот такой вот крепится на бортик кастрюли второй кулинарный щуп с сигнализацией если нет такого щупа можно использовать обычный щуп для барбекю проткнул вот таким вот образом шею и сейчас поместим ее в кастрюлю будем ее греть в кастрюле температура воды 80 градусов до достижения внутри самого вот этого вот ну не знаю как назвать батончика не батончика в общем до достижений внутри куска шеи температуры 69 70 градусов сигнализатор нам сообщит об этом вот таким вот образом кастрюльку подготовили вода нагрета до 80 градусов и помещаем туда нашу шейку сверху положим еще одну блюдце чтобы притопить ее чтобы она не плавала и ждем пока температура внутри достигнет 69 градусов после этого вы мем дойдем дадим остынуть и собственно говоря ну дальше расскажу не буду забегать за сигналил наш термометр ну собственно говоря сигнализирует о том чтоб температура внутри нашей шейки достигла 69 градусов на этом варку друзья прекращаем достаем ее из кастрюли варилась она кстати полтора часа я заметил ну вернее час 25 минут до достижения нужной нам температуры оставляем ее чтобы она полностью остыла но это займет несколько часов я думаю часа три-четыре после этого аккуратно снимаем пленку и вывешиваем ее на ночь на просушку опять таки то есть также при комнатной температуре где-то при комнатной же мы просушиваем или в прохладном месте можно прохладным да значит прохладном месте ну то есть можно на балконе если вот зима как сейчас у нас в доме не очень жарко где-то 18 19 градусов поэтому будем ее просушивать при такой температуре просушиваем ночь при температуре от 10 где-то до 20 градусов но лучше ближе к 10 все таки лучше прохладном месте как говорит лариса после этого друзья приступим к общению друзья наша шейка остыла и я все-таки не удержался хочу распаковать на камеру самому интересно как она после варки себя чувствует мне кажется очень хорошо но вот главный результат достигнут никакого бульона внутри нету то есть не попалась сюда не попала вода при варке я считаю что это очень-очень положительно божественно пахнет такая сочная получилось не просто сок течет вот сейчас ее друзьям в первую очередь протру полотенечком я думаю что будет очень сочная очень вкусная шея и теперь ее на ночь вот так вот вешаем просушиться в прохладном месте а завтра будем коптить но друзья наша шейка обветрилась обветривалась она всю ночь теперь вот такая вот красивая и давайте его теперь закоптим коптим 5 часов при температуре 50 градусов максимально насыщенным дымом сейчас помещу коптильную камеру у меня тут еще кое-чего коптится ну в общем наш это видео про вот эту вот шейку сейчас запущу коптильню еще раз еще раз покажу запустили коптильню камера наполняется дымком и оставляем друзья коптится при температуре 50 градусов на автоматике установил температуру 50 градусов на 5 часов через 5 часов достанем из коптильни посмотрим что получилось наше мяско коптилось 5 часов достанем его он такая вот красота здесь коптильни сейчас достаем все собственно говоря повесим его на ночь чтобы она отдохнула в прохладном месте а утром будем дегустировать друзья ну что ж друзья наша вареная копченая шея готова она остыла пахнет просто божественно сейчас поближе вам покажу сам батончик скажем так а после этого разрежем вот полюбуйтесь какая красота получилась мне очень нравится я думаю что результат будет тоже очень классный ну что друзья будем разрезать нас какая красота это нечто сочная друзья сейчас покажу вам разрез лиза тоже уже хочет пробовать сейчас покажу разрез друзья и будем пробовать такая вот прелесть у нас получилось очень красивая на срезе я думаю что очень сочная и очень вкусная друзья сейчас попробуем в первую очередь запах запах очень нежный ну и такой вот не как горячего копчения но горячего копчения немножко другая технология а варено копченая но реально очень нежный запах лиза очень хочет продегустировать лизочка сейчас тебе дам кусочек бедная кошка лиза очень любит копченые шеи друзья невероятно вкусно просто потрясающе лиза варено копченая шея получилось просто великолепная я считаю что ну шедевральная я бы так сказал на вкус это нечто пробуйте надеюсь у вас тоже получится если у вас есть какие-то вопросы по приготовлению задавайте их в комментариях подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новые вкусные видео всего доброго пока